Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 101-м уроке видео курса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке очередной виджет вот такого вот слайда или элементов портфолио при наведении очень симпатичные у нас есть эффекты давайте перейдем в adobe muse и посмотрим настройки данного виджета при установке виджета откройте папочку вы увидите в папке два элемента gallery и images сначала вытягиваем на холст элемент images в этом элементе мы сможем с вами загрузить до 6 изображений и вот ссылка добавить файл давайте загрузим наше изображение предупреждаю что изображение у вас предварительно должно быть подготовлено на фотошопе желательно чтобы оно было квадратное я загружу просто для примера одно и то же изображение и например мне 4 достаточно чтобы отключить нижние неиспользуемые здесь есть такие чекбоксы если мы отключим вот этот первый чекбокс видите все поля становятся неактивными мы не можем добавить изображение и эта часть не будет отображаться если отключим этот чекбокс этот включает у нас поле фото description то есть это там где у нас может быть описание для фотографии и получается вот смотрите с самого начала здесь вы удаляете все что написано и пишите какой-то свой текст который будет отображаться внизу изображения ну и соответственно если нужна ссылка на изображение вы можете разместить ее в этом поле или просто удалить и ничего не писать тогда ссылки не будет и то же самое я проделываю для других изображений когда мы с этим элементом разобрались мы с вами перетягиваем на холст вторую часть виджета галереи перетягиваем на холст здесь у нас тоже имеются настроечки давайте их рассмотрим прежде чем их посмотрим давайте посмотрим в браузер что у нас по умолчанию по умолчанию мы видим вот такую картину синие такие поля внизу при наведении рамочка синие сейчас будем это все менять на свои цвета получается border color как раз таки это рамочка меняем на свой цвет border ширина сдается здесь и у нас здесь есть три эффекта можете поиграться посмотреть какой эффект для вас лучше эффект при наведении тайтл бэкграунд то есть заливка там где у нас текст находится полоска внизу да я беру тоже цвет а тайтл color это цвет текста внизу беру темный потому что полоска светлая и hover тайтл color это при наведении мыши сменить ли цвет я делаю чуть темнее фон сайт соответственно это размер шрифта сам шрифт выбрать в списке и выравнивание этого текста по правому левому краю или по центру и внизу у нас остается еще два поля это бэкграунд высота и бэкграунд ширина можете настроить как-то под себя и у нас с вами все работает вы видите я цвета поменял текст поменял вот таким вот образом на этом я данный урок заканчиваю это был последний видео урок видеокурса уникальные виджеты adobe muse я вас поздравляю вы прошли этот курс до конца курс был достаточно длинным спасибо вам что оставались вместе со мной и у меня небольшая просьба если вам курс понравился если вы его оценили перейдите пожалуйста на мой сайт fedor васильев точку ру потом пройдите вот сюда вот отзывы и оставьте пожалуйста какой-то отзыв конечно же я буду очень рад если вы оставите для меня видео отзыв и если вы еще стоите в сомнении какой выбрать хостинг для вашего лендинга то я пользуюсь случаем порекомендовать вам очень замечательный хостинг которым пользуюсь сам я его протестировал уже много месяцев на нем сижу сайты работают быстро все хорошо также находясь на моем сайте fedor васильев точка ру вот здесь вот перейдите пожалуйста по ссылочке лучший хостинг 30 дней бесплатно там действительно 30 дней бесплатно перейдете по ссылочке и пройдите здесь несложную регистрацию также здесь если вдруг возникнут вопросы круглосуточная техподдержка вот здесь онлайн чат они даже бесплатно вам перенесут сайт с вашего старого хостинга к ним и здесь если полазить поизучать у них даже есть видео инструкции как пользоваться данным хостингом не смотрите то что адрес у них написано что это украина сервера можно выбрать в сша и в голландии если мне не изменяет память хостинг недорогой качественный и выдержит большие нагрузки цена качество отлично смотрится здесь с вами был федор васильев на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч а